всем привет сегодня я не взял микрофончик так что звук будет идти с камеры это город буенос-айрос смотрите как у нас тучно вообще-то сегодня 20 какой 26 августа у нас должны быть по приметам грозы 26 августа по 6 где-то называется санта-роса если проходит грозы гром и молния это первые предвестники весны не удивляйтесь на зимах это южное полушарие вот так мотоциклести ездят без рук у нас не управляя потихоньку начинает все открываться потихоньку еще как бы мы официально карантине так что не удивляйтесь людям которые находятся все в масках что у нас снова открылась еще еще будет открываться кто знает про буэнос-айрос то уже меня следят знаете но значит но чего открылась а спорта но тут есть фокусы то есть как бы спорт вам открывает но клубы закрытие то есть этим спортом заниматься пока непонятно потом на то чтобы есть по буэнос-айросу надо брать разрешение но не фигурирует там где ты берешь разрешение о том что ты хочешь поехать примеру спортивный то есть как без одной стороны что-то открыто злойками конечно можно нарушать кору не все нарушает тут если взять тут половина не имеет никаких разрешений но если брать официально то официально не можете что получается с понедельника сегодня у нас среда понедельника даже разрешили рыбалку мою любимое спортом занятия рыбалка но и даже на каяке вот пример у меня каяк стоит 15 минут отсюда в одном спортивном клубе рыболовном вроде как разрешили но клуб еще должен неделю не будет открываться почему потому что я позвонил они сказали будем делать ну всякие в общем плакаты вешать куда ходи туда туда ходи сюда ходи а то у башку камень попадет типа ходи не ходи и все такое закупить спирт говоришь об руки мить ну одним словом организационные вопросы для открытия клуба еще неделю так что может откроется в следующий понедельник клуб то люди стоят на почту вот значит что еще такого есть можно пойти на рыбалку но не на набережную но нельзя там ближе 5 метров друг от друга находиться ну во первых на машины поехать а расширение не дают а во вторых пять метров друг от друга на нашей маленькой набережной них и они выйдет стоять так что такое дело одним словом как бы почепоньку уже все можно но она все вот заявление политически не сильно догоняет как бы конкретные решения как это чтобы оно было тоже сделано теперь шок примеру еще такого так что рыбалку разрешили на еще не ходил сегодня обещали грозы целый день вчера грозы с утра до вечера а сегодня и ночью и целый день вчера капнула сегодня с утра капнула это раз по теме того какой у нас прогноз погоды в аргентине когда вам обещают два дня грозы с молниями этим ну капнула что-то утром было минут пять вот хотя говорят провинции прошли градов и все там было на эту провинции мы берем бугеносайерс вынесаются пока только капало вот объявили что двадцать восьмого сегодня двадцать шестое будет запрещено пользоваться и не то что запрещено ну в общем уже надо будет пользоваться на всех автопистах чтобы на машине стоял бирочка телепассы называется то есть карпетка прикрепляешь его машину и на стекло и сосчитывает автоматом типа проезжая автописты там где пункты оплаты дорог защита это автоматом в общем наконец-то сегодня ее получил еще не приклеил пришел номерок такое даже не понял как его клеить ну вроде бы теперь разобрался вон там центре около зеркала надо приклеить задней стороной номерком средину я думал номера на защита нет там какой-то чип стоит в общем чипизация сказали кто не будет это иметь наличкой будет платить два раза дороже вот сегодня напечатали что это продлевается до 14 сентября то есть есть у кого еще не получил что до 14 сентября и потом после 14 сентября вообще наличка нельзя будет платить даже два раза дороже кто хочет варить и не кататься надо прицепить на машину телепассы я вот смотрю сейчас на машине очень мало у кого есть вот примеру на этой нету дома такая белая бумажка быть около зеркала стоит на этой тоже к примеру нету машине телепассы у всех такая контора надо делать такую штуку погуляем посмотрим на магазинчике уже открытые все такое ведь уже все подкрывалась открыли уже даже оптовиком теперь обещает обещают то есть идет борьба как еще тут у нас еще есть такая внутренняя политическая борьба между правительством буэнос-айреса который показывает себя пока что по рейтингам гораздо лучше чем у нас правительство аргентины и правительством аргентины то есть правительство буэнос-айреса предложила уже давно открыть компьютерные классы в школах чтобы не всю школу а хотя бы компьютерные классы для тех у кого бедных нету там дома компьютера или интернета чтобы они могли приходить школу и там заниматься на компьютерах но государство пока что им не разрешает это сделать вот борется говорят может добьются решение в последующей неделе такое сделать потом правительство буэнос-айреса хочет открыть рестораны но разрешить ресторанам расставиться на тротуарах столики подальше и таким образом как бы уже начинали работать рестораны что тоже пока что не одобрено правительством центральным и посмотрим что будет в понедельник то есть нас официально карантин всегда на две недели дают то есть он бескончаемый у нас но следующие две недели стекают конце этой недели и надо будет что-то объявлять как мы живем дальше живем и весело мне просто трудно в этой маске долбаны потому как бы привлекая микрофон около себя чтобы вы хоть что-то услышали вот еще в чем весело у нас же как бы бывший президент макри поехал в европу ходит где-то там периодически оттуда заявление какие-нибудь свои дела и ну и как бы сейчас очередной политический шорох потому что наш президент сказал что ему позвонил бывший президент макри посоветоваться и сказал говорит но обрати внимание на экономику а люди на улице ну кто должен умереть умрут что не умер не умрут в общем это сказал наш президент и понеслось во первых критика почему если у вас был частный разговор скажем так бывшего и нынешнего президента затем ты это все выложил вообще на обострение общего типа частные разговоры кто такое делать между президентами это раз здоровье выступил макри сказал что он такое не говорил и обозвал нынешнего типа что он сбрехал и началось во-первых тот типа личную информацию выложил а тот брекуном его обозвал одним словом политические партии стали на рога друг против друга и теперь всегда было пятницу выступал как бы президент потом губернатор буэносайевской провинции и наш мэр города это три было таких которые садились выступали в этот раз наверное будет первый раз что наш мэр города не пойдет на всеобщую встречу и выступление всеобщие потому что как бы партии разные говори партии между собой срутся и такое впечатление что наступает такой политический раскол чем закончена жизнь покажет доллар угрожает что вместо 200 скоро будем покупать только 40 потому что проблема тех кто покупает доллар и создают для государства они доказывают что доллар и нужны государству хотя уже даже на телевидении многие начинает спрашивать такой вопрос вот говорит вы примеру представьте что вы хозяин какого-то компа ну то есть вот этой самой фермер вы и у вас есть товар это ваш товар ваш товар а теперь вы этот товар продали за рубеж доллары которые вы за это получили это ваше или государство принципе ваши но наши государства считают что они государственные и да дадут они потом песок постольку поскольку захотят одним словом бесконечные вот такое вот еще один наш бывший как говорят президент сказал что как-то нынешние политики каждый не понимает того что может случиться что они вообще не в ту тему смотрят что может случиться вообще типа что всем надоест и все или попрут на хрен всех или какой-нибудь диктатура военная вступит силу пошлет всех нафиг потому что и так продолжаться долго не может также мы не знаем как будет покажу прогнозы все такие не очень веселые сегодня сегодня это он там фуроментом и так что прошли кабинет сегодня 4 по всей стране будут манифестации забастовки здесь тоже будет собираться это пункер встречи против правительства и против этого самого против них не реформы которая не делает реформу судей верховного суда те аваряш это реформа как бы выгодной становится только для правительства нынешнего а для людей она по пене когда такие экономические проблемы и не хотят чтобы отмывалось правительство и назначало своих судей одним словом в общем сегодня называется все идут конгрессу не знаю если гроза не начнется не помешает никому то может и будет может не будет посмотрим президент говоришь это все до лампочки ему наши протесты что заткните себе в одно место он типа знает что делает хотя я не знаю скажу вам честно уже прошло восемь месяцев управления нашего нового правительства и президента я еще не слышал ни одного вообще вот но ни одного экономического какого-то решения что что-то экономически будет как аргентина будет жить и шоу не будет то есть политических заявлений приватизируем то приватизируем и это поменяем судей это у нас хоть отбавляй хоть каждый день а вот экономических пока что не было 1 прикиньте а уже скоро будет год сегодня я даже разговаривал так сказать с преданными нынешнему правительству этими избирателями которые теперь там чуть ли не готовы застрелиться блин а то что так избрали круто так что посмотрим конечно что будет не будем расстраиваться и честно говоря мы не расстраиваться я сейчас решил пройтись потому что свете надо поснимать значит пускай себе спокойненько поснимает а я там выяснял какие дела получил эту тархетку на машину зашел банк там никак же не выясняется вот после того как я рассказала как у нас увели деньги в банке с тех пор нам скажешь и через пять дней банк в работе банка вам позвонят и скажут как будет дальше типа ну все это дело развиваться как вам деньги вернут и все такое прошло 10 дней никто не гугл попробовал соединиться сегодня с банком по телефонам там со своим как говорят паролями всем все тебя пересылает с места на место в конечном итоге потом так и не удастся ни с кем поговорить вас отрубят от телефона и все это называется банк в аргентине так что все это круто сейчас пошел в банк конкретно хотел поговорить с каким-то представителем каким-то этим самым клерком сказали брать онлайн записаться навстречу с клерком ближайшие ближайшие есть на 7 сентября ну как бы это куда можно записаться наверно сейчас приду и запишусь если еще не пропадет и на 7 то есть вот так если у вас есть какая-то банковская проблема по телефону вы не дозвонитесь вас будет пересылать место на место нажмите кнопку такую нажмите такую пока не отрубит послушайте еще музыку часа полтора потом отрубит а с клерком сегодня 26 августа ну ближайший день 7 8 сентября может тогда примет если не рассосится еще не искает а может сказать что это вообще не к нему и теперь надо слово куда-то позвонить одним словом это же понимали люди что некоторые но этот у нас плохо на западе хорошо я просто рассказываю как живут вам но западе и на юге и в южной америке и любой вот так что он пока так но хорошо рыбалку открыли говорят что они работают над тем как открыть внутренние рейсы самолетов и внутренние движения автобусов по стране что-то никто не говорит о том как они работают над тем чтобы вообще мы не брали разрешение могли двигаться хотя бы по своему городу на машинах не говоря уже выехать города так что все работает пока там где где большие бабки это называется это популисты эти чтобы приходили которые за народ как бы но пока что блин как говорят вот что знает планет там есть чубут у нас провинциях так вот везде страна на карантине в масках том все молчу пути ничего казино работает казино можно школы закрыты а казино работают одним словом гуляй народ на этом все ну зато зато новостей много всегда каждый день шоу подпускается каждый день по телику кто-то кого-то критикует кто-то кого-то затыкает вот сюда же под эту реформу судейскую которую сегодня должны принимать вечер пододвинули тихаря еще один там закон об ответственности журналисту теперь журналисты смеются говорят ну все и печет не так галкнул получишь еще по полной программе по закону то есть называется свобода слова и нынешнем правительстве наложили лапу на телекоммуникационный стоять на интернет на телефонные связь и все такое то есть в чем заключается наложили лапу что-то сейчас начнет спорить кричать что это все правильно давайте поделимся по коммунистически по братских они сказали что они будут устанавливать тарифы то есть тарифы это значит цену за интернет за телефон заморозили то есть не могут фирмы поднять фирмы сказали что им надо платить зарплату работникам что они по этим тарифам не смогут при подорожании под такой инфляции жить соответственно будут по трошку с обрубовать сервис это что телеком объявил что он хотел 600 миллионов там долларов типа в какую-то реформу загнать теперь он не загоняет страну эти деньги из-за того что так всякие инвесторы тоже на это все смотрят подозрением думает если туда деньги получше на их лапу правительство наложить что будет на всякие ваши проекты соответственно не знаю решили бороться с компаниями большими чтобы их загробастать под свою опеку взять а другой стороны получат конечно по зубам маленькие компании которые есть разных городках поселках маленькие интернет провайдеры которые не смогут выдержать если большие еще выдержат это то маленькие вряди по закрывается так что больше все равно все равно удар будет по бедноте это раз второе если у нас не работает не конгресс не парламент не черта не работает все паки по телекоммуникациям как они думают что будет если та же большая фирма возьмет до интернета трубить хотя бы на один день откуда они будут орать если все время рут шейсбука там с того всего то есть чажи уже никто не кричит просто с балкона свой там сказать правительство его дома уже все отвекают фейсбука в твиттерах там сям все правительство уже в ритуал ушло а если они борются с интернетом интернет-компании крупное отключение интернет то пересел вана им отключить одним словом инициатив много и вопросов от этих инициатив еще больше становится вот там земли захватывает там еще кто-то кого-то обчищает правительство по большим компаниям ширится да по изменению правовой и судовой системы одним словом ориентируем репертуаре куда дойдем посмотрим смотрите подписывайтесь на мои репортажи я вам буду все рассказывать куды мы хотим ся хорошо мы покажем сильных конечно изменений пока что если взять так глобально буэнос-айерсе может откроет еще ресторанчики по развязывали парке видите теперь люди по паркам бродят не все прямо но по развязывали открыли официально сказали что можно рыбачить можно заниматься индивидуальным спортом но всевозможные клубы и все должны соблюдать всякие там протоколы безопасности все так вот он во всяком случае по городу буэнос-айресу министр здравоохранения буэнос-айреса не всего наш вот тот вообще такой интересный чувак обоих сайса сказал что в принципе пик пока что буэнос-айресе был где-то 3 3 по 5 число августа когда все стояло на месте а теперь по чуть-чуть по чуть-чуть но типа вот зараженные уменьшается то есть тогда был и по 1600 там человек сейчас где-то тысяча тысяча сто но очень вверх перестала лезть начало лезть вниз потому он говоришь что потихоньку мы все это и открываем ну вот это все я имею ввиду что рестораны рыбалки индивидуальный спорт за такое сразу не сделаешь не все один зависит они не имеют права сами себе издавать законы которые будут нарушать то что издал президент скажем так также соответственно конечно не все так просто быстро не откроешься а там идут политические передряги кто на кого чего перетянет на себя какую рубашку и каких зрителей ну пока что так пока что сверху естественно ничего сейчас пойдем китайский район надо купить шоколадок сахара вот так чтобы не жиреть потому что уже тут разжирели на этом карантине все же проблема с этим надо двигаться побольше жду не дождусь пока клуб откроется хочу взять каяк хорошо если откроется ну к примеру на следующей неделе хотя бы понедельник надо взять каяк и поплыть в реку там будет покруче все вот это я вам так и рассказал вот это вот китайский район потом надо прийти приклеить штучку на стекло машины чтобы автоматом сосчитывал денежки таскать при проезде платный за по платным дорогам у не пах называется типа ну ты не пас и у не пас по разному но в общем у не пас я так понял что это по всем автопистам в одну в одну в одну в одну копилку будет сосчитывать ну народ пока сегодня вам не показывался потому что в маске и уже надоело поставить за все время в этих масках маска зомби какие-то были ладно до маска зомби алищик